За прошлый год мехмоды в России стали весьма популярны. Однако нельзя сказать, что для вступления в ряды меховодов нужно мало вложений. Даже самые дешевые оригинальные российские модели стоят в среднем 5000 рублей. Решение этой проблемы, как и всегда, приходит из Китая, да еще и с РДТА в комплекте. Встречайте, Карма Кит от GeekVape. Да, вы все правильно поняли. GeekVape вслед за вегат ломает стереотип о несовместимости баков и мехмодов. Хм, простите, бакодрипок. В любом случае, Карма Кит состоит из мехмода Black Ring и атомайзера Карма. Комплект поставки добротный. Внутри коробки вы найдете запасное стекло, огромное количество запасных орингов и винтов, адаптер под 510-й дриптип и даже инструкцию. Общая эргономика сетапа вполне достойная. На корпусах обоих устройств присутствует диагональная накатка, которая здесь очень кстати. Благодаря ей мехмод уверенно сидит в руке, а юбка РДТА легко снимается для заправки или обслуживания атомайзера. Если вы не просидели весь прошлый год в пещере, то конструкция бакодрипки Карма вас совсем не удивит. В ней вы обнаружите стандартную вертикальную двустоечную базу с шестигранными винтами и средними по размеру отверстиями для установки спиралей, стандартную регулировку обдува путем поворота топкэпа, стандартное большое боковое отверстие для заправки и абсолютно стандартную среднюю емкость бака 5 мл. В вопросах установки ваты все тоже стандартно. Берем куски хлопка подлиннее и протягиваем их через отверстия так, чтобы их концы совсем немного доставали до дна колодца. В общем, да, все стандартно, включая вкус и качество. Ничего особенного, но и плакать не хочется. К сожалению, главной составляющей Карма Кит, мехмоду Блэкринг, у нас таки есть некоторые существенные претензии. Геквейп попытались сделать его инновационным в некоторых деталях. Первое — корпус. Внутренняя часть самой трубы имеет пластиковый изолятор. По идее, это должно повлиять на безопасность и предотвратить короткое замыкание аккумуляторов с порванной термоусадкой. Второе — кнопка. Она имеет автоматически подстраиваемый изолятор с магнитом, который при нажатии отталкивается от другого магнита в самом основании. И вроде как это должно повлиять на плавность хода и полностью избавить пользователя от болтанки разных аккумуляторов. Но на практике эти два нововведения вкупе дают отвратительные результаты. Что бы вы ни делали, Блэкринг как погремушка. Болтается и трясется всё. Аккумулятор, кнопка и ваши руки во время переноски мехмода в кармане. Нажатие у кнопки хлипкое и слишком лёгкое, поэтому автофайры вполне возможны. Качество тоже так себе. Краска стирается у граней, а резьбы не идеально подогнаны и грязные из коробки. Единственное, чем может похвастаться Блэкринг — производительность. Жарит он весьма неплохо. С результатами тестирования вы можете ознакомиться на нашем сайте. Стоит кармакит каких-то 2500-3000 рублей. За такие деньги вы получаете вполне достойную РДТА и, мягко говоря, плохой механический мод. Так что, если вы хотите дёшево познакомиться с миром механики, то мы бы посоветовали всё-таки поднакопить денег и купить себе какой-нибудь недорогой отечественный девайс. GeekVape, исправляйтесь! Свою карму этой кармой вы точно подпортили. Мы благодарим GeekVape за предоставленные устройства. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в новое подразделение Кача Полис. Субтитры сделал DimaTorzok